МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Ольга. Владимир, вы знаете, буквально еще совсем недавно, очень часто с нашими гостями мы обсуждали тему проблема кадров, кризис кадров. Не хватало людей, не хватало профессионалов, причем совершенно в разных сферах. Я даже не буду перечислять, это и медицина, и педагогика, и область культуры, но везде проблема кадров. Сейчас в связи с экономическим кризисом что-то изменилось, проблема ушла, проблема возникла, по-моему, другая или нет? На удивление, как говорили про проблемы кадров, так и продолжают говорить. И вроде бы проблемы должны стать меньше. Однако, если говорить о квалифицированных сотрудниках, а именно их не хватает, не хватает профессиональных инженеров, профессиональных, если хотите, продавцов, переговорщиков, маркетологов, юристов, пусть даже это распространенные вакансии, но хороших специалистов всегда не так много. А вот если говорить про сокращение и сложности на предприятиях, это действительно есть. Но ведь чаще всего сокращают тех, кого можно оптимизировать временно. Людей, которые работали на складе, или же, если на магазин меньше ходят потребители, работали на кассе. То есть профессии невысокого уровня. И этим людям реально сложно найти себя в жизни, потому что, первое, они это делать, в общем-то, не умеют, и, второе, наверное, у них не хватает смелости и квалификации, может быть, для того, чтобы найти себя. А таких вакансий, значит, не так много на рынке. Вот я думаю, сейчас очень многие зрители, которые смотрят наш эфир, готовы с вами поспорить. Люди, которые имели профессию, имели место и сократили, им нужно искать. Причем люди, которые имеют опыт и образование. И вы говорите, что вот малоквалифицированных сокращают. Если говорить об общей массе, таких больше, квалификация, которая недостаточно высокая, но сокращают также и руководителей, и специалистов высокого класса. По простым причинам. Если предприятие не закупает, или же там оно как-то связано было с импортом, экспортом, если его работоспособность под угрозой, то руководство что делает? Она сокращает кадры, которым они платили деньги выше среднего, высококвалифицированных. Их было четыре человека, стал один. У меня есть хорошая знакомая, которая как раз пожаловалась на то, она достаточно зарабатывает, и она руководитель среднего, даже может быть, высшего звена. Ее сократили, вроде бы руководителя, ничего не должно грозить. И она уже, еще летом это произошло, вот считайте, полгода ищет работу. Да, она находится в Центральной России, здесь ситуация может быть несколько другая, но и руководителей, и специалистов тоже сокращают для того, чтобы сэкономить деньги. А их заработная плата обычно в 10 раз может быть выше, чем заработная плата небольшого сотрудника. Рассмотрим такую ситуацию. Человека сократили. Что первое делать? Вот как, есть какой-то алгоритм? Впадать как бы сразу вот в панику и начинать судорожно искать место работы или успокоиться, выдохнуть? И расскажите, 7 способов найти работу. С удовольствием. Да, то есть с чего, во-первых, начать? Есть две части того, что нужно делать. Если к вам подошел руководитель, вы, например, Ольга, сказали мне, Владимир, извини, заявление по собственному желанию, ну, дальше у нас не получится. Первое, что лучше всего сделать. Я это больше советую не работодателям, конечно же, а рассказываю соискателям. Лучше всего сначала с Ольгой поговорить насчет возможного бонуса, дополнительного оклада или еще чего-либо. Я вам можно перебью, например, я недавно вела эфир с представителем трудовой инспекции, и они очень четко говорят, что ни в коем случае, если вам говорят, пишите заявление по собственному желанию, не делать этого. Совершенно точно. Вы рекомендуете то же самое? То же самое, конечно. Ольга положила мне листок на стол и говорит, что Володя, мы знаем друг друга уже давно, ты три года работаешь в нашей организации, пустила слезу, у нас в компании непросто. Однако, уважаемые зрители, это не то чтобы чаще всего уловка работодателя, но с точки зрения юридической составляющей это не совсем корректно. А вы имеете право сказать, Ольга, я не могу сейчас быстро найти работу, извините, у меня тоже семья, хоть и в вашем предприятии непросто. Поэтому два варианта. Или позвольте я проработаю в организации дальше, или сократите меня, как это положено. А если Ольга сократит меня, как положено, тогда, скорее всего, вы должны будете выплатить мне одну или две месячных премии. А то и три. Да, точно. И в результате мы с Ольгой все-таки договоримся по-человечески. И вы мне выплатите, ладно, не три, а две. Я еще заодно попрошу у вас второе рекомендательное письмо, что мой хороший сотрудник. А то ведь пять других сотрудников, скажет мне Ольга, сказали, написали уже заявление, ну потому что они не знали и не смотрели наши сегодняшние передачи, не слушали трудовую инспекцию. А вот вы оказались таким человеком. Но у вас есть семья, это ваша жизнь, и вы имеете на это право. Владимир, а вы не думаете, что работодатели бывают разные, некоторые начинают выкручивать руки и создавать такие условия труда, что человек потом, схватясь за голову, сам побежит, радостно напишет заявление, или сделают так, что сделают ему вначале кучу выговоров, а потом его уволят просто по статье. И такие есть прецеденты. К сожалению, такой вариант возможен. И вам, как говорится, нужно держать ухо востро и нос по ветру. Смотреть, что будет происходить дальше. Требуйте максимума, даже, может быть, невозможного, и получите как можно больше. Поэтому в результате вот вашей такой беседы, хочешь не хочешь, ваш работодатель задумается и предложит вам какой-нибудь альтернативный вариант. Ну а то, что уволить сотрудника в нашем законодательстве, в общем-то, не так-то сложно по статье, это абсолютный факт, и зрители должны об этом помнить. Если очень захотеть. Но ведь это время, усилия, и хочешь не хочешь, для работодателя это риски. Хорошо, да, мы закончим этот момент, то есть через два месяца или через три, неважно, я закончила общение с этим руководством, с этим коллективом, всё, увольнение прошло, я осталась без работы. И я иду по специальности куда-то, а мне везде говорят, ой, извините, у нас свои сокращения, у нас свои кадры мы увольняем. Как мне быть вот сегодня в условиях этого времени? Итак, мы прошли первую стадию, уволились по-хорошему, замечу, по-хорошему, несмотря на наши формулировки. Без статьи в трудовой книжке. Есть такая статья, называется «Соглашение сторон». Это как один из вариантов. Пошли дальше. Мы находимся на рынке труда. Сегодня вы открываете глаза, утром, понедельник, вам не нужно идти на работу, но у вас больше нет заработной платы постоянной. Я назову вам три варианта того, каким образом устраиваться на работу. Их больше, самые распространённые. Первые, порядка, наверное, 60% людей, которые устраиваются на работу, устраиваются благодаря интернету. В крупных городах, не в районах. В крупных городах. Даже если вы живёте в небольшом городке, попробуйте, а почему нет? Действий не так много. Вам нужно всего лишь две вещи сделать. Первое, разместить своё резюме, желательно с фотографией, где вы опишите, что вы делали, функции, достижения, ну и так далее. И сделать это на нескольких сайтах. И второе, посмотрите вакансии, которые работодатели уже разместили, и тогда вы просто откликнетесь на них. Итак, первое, это интернет. Второе, это по популярности в России, это знакомые. Там сарафан на радио или ещё что-либо. Однако многие стесняются позвонить знакомым и сказать, что он без работы. Ну как так? Я 10 лет работал или работала, меня всегда звали, а тут я у разбитого корыта. Как-то некорректно, как-то я что, с протянутой рукой пойду? Думают многие. А на самом деле многое зависит от формулировки. Вы же можете позвонить и сказать, Сергей, я вот ищу работу, помнишь меня, это вот Володя, помоги мне, пожалуйста. Это будет какая-то такая формулировка, ну, жалости что ли, ну, как-то неудобно. А можно же сказать совсем по-другому. Сергей, привет, это Володя. Помнишь меня? Помню. Ты знаешь, такая ситуация, я хотел с тобой посоветоваться. Я где-то с 15 апреля буду... В свободном полёте. Точно. На рынке труда, буду рассматривать предложение. Кстати, мне тут посоветовали интересную книгу про резюме, про листала. Давай я тебе скину своё резюме, может быть, у вашей компании что-то будет такое интересное? Ну, гипотетически, Серёж. Давай, хорошо, договорились. Я доскину, и числа 10 апреля наберу тебя. Договорились, ладно? Всё. Если что-то будет, без проблем. Нет, ну, созвонимся, если что. Хорошо? И всё, тогда вы даже не навязчивый знакомый, а просто человек, который поделился своей частью своей жизни. И это очень неплохо. Ну, и третье направление. Направление довольно редкое, но даёт результат. В социальных сетях, в которых вы, скорее всего, состоите, просто опубликуйте в своих статусах, что вы можете быть, что вы открыты к предложениям на рынке. Покажите, что вы делали, расскажите о себе. И два раза в неделю пишите иногда что-нибудь про вашу карьеру. У нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, вот вы как раз были в трудовой инспекции, я там сидела. И как раз в текущей строке был там, это там, дан телефон Татьяны Ивановны Смитовой. Ну, вот я как раз вот как раз попала. Ну, попала к другому. Но я на работе не уволена, не сокращена, а я просто отстранена, так как я не аттестована на работе. Вот проработала я там 45 лет на одном месте. Вот, и тут меня 30 января, в случае, убирают. Вот. Ну, дают мне кансию. Я там не аттестована, а в кансию уборщица там всякая. Но я вот до сих пор не работаю. А вы хотели бы сохранить это место работы? Или, возможно, поискать? Ну, я просила их на учебу, они мне не отправили. Но сейчас, если пошла коса на камень, я уже не знаю, как с ними уже бороться. Вот это 30 января, уже сегодня 27 марта. Вот. На ней я прихожу на работу, отмечаюсь и ухожу, потому что так как, ну, я сутки работаю. Сутками работала. И у меня, я работала на прежней работе до 2014 года. Там у меня было 32-28 тысяч. А здесь я ушла из-за решимой работы, так как здесь сутки через трое были. А там было две ночи, а здесь одна ночь. Ну, и мне решилось вот, ну, ведь есть, раз меня попросили, ну, как попросили, вот просто убрали меня с работы. Спасибо за вопрос. Я думаю, вам в любом случае нужно будет обратиться в трудовую инспекцию. И, Владимир, может, вы что-то посоветите? С удовольствием прокомментирую. К сожалению, такие ситуации частые. Это один из тех приемов, которые работатель может легко сделать с сотрудником, которого хочется сократить, а тот не захотел. Ну, примерно того человека, который позвонил. Какие у нее варианты? Первое, ей можно пройти аттестацию. К сожалению, это придется сделать за свой счет, если компания не готова за это платить. Это дорого? В зависимости от должности это может стоить несколько тысяч рублей или несколько десятков тысяч рублей. Сомневаюсь, что наша телезрительница сможет заплатить несколько десятков тысяч, чтобы пройти аттестацию. Думаю, что это не лучший вариант. Есть, как мне кажется, есть две дороги. Первая, это активно искать работу, но лучше это было бы делать еще раньше, чтобы сейчас не быть такой ситуацией. Несмотря на то, что я чувствую по голосу, ей, скорее всего, не 25, не 30 лет. Не 25 лет, да. Скорее всего, это взрослая женщина, может быть, даже предпенсионного возраста, ей будет это сделать непросто. Однако стоит попробовать. И таким образом, второе направление, попробовать переквалифицироваться. Я сегодня разговаривал с женщиной, она 19 лет работала в одной структуре государственной. И спустя 19 лет она перешла работать в другую компанию, в другую сферу совершенно. И она задалась вопросом, мне его озвучила, что же я эти 19 лет делала, если я могла поработать в этой сфере раньше? Ну, вы же понимаете, что это достаточно сложно решиться на такой шаг, особенно, когда тебе не 20 лет. Мы, возможно, вернемся к этому вопросу. У нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Я хотел бы задать такой вопрос. Вот многие фирмы, организации, на верхах следить. Стательным сроком. Вот ты месяц там отработал или два, все нормально, без накладок, все замечательно. Тебя потом раз, до свидания, не устраиваешь, уволен. И у нас в другую организацию, опять ту же самую. А в трудовой-то они иногда ничего не пишут, а если пишут, тогда месяц или два. И, получается, тебя потом называют. О, да ты бегунок, как раньше называли. Вместо на место бегаешь, бегаешь, бегаешь. Во чем дело? Как же быть трудовой ситуацией? Спасибо большое за очень актуальный вопрос, потому что на самом деле очень многие конторы, фирмы пользуются тем, что берут людей на испытательный срок и тем самым не оформляют трудовые отношения, трудовой договор, пользуются как бы по минимальному, по минимальной ставке выплачивают зарплату, а потом берут новых. Вот что, как прокомментируете, что в этой ситуации делать? Есть две категории организации. Одни, ну, не назвать их мошенниками, но хулиганами можно точно назвать, которые занижают заработную плату потенциального кандидата и говорят, мол, после испытательного срока мы тебя повышим, а теперь давай прояви себя и работай. А есть второй вариант, которые посмотрели на тебя по-настоящему и действительно поняли, ты им не подходишь. Если про вторую категорию, все-таки проблема в тебе. А если про первую проблему, то одно нужно знать соискателям. Незаконно менять заработную плату на испытательный срок и после испытательного срока. Это даже невозможно прописывать в трудовом договоре сейчас уже. Поэтому, если вы видите, что заработная плата потенциально существенно ниже того, что предлагается на рынке, ну, несколько раз подумайте и главное, соберите отзывы. Кстати, как собирать отзывы? Да. Зайдите в интернет, напишите отзыв о работе, название компании, много выбегает информация. А еще второе, чем пользуются редко, пообщайтесь с настоящими сотрудниками, которые там работают или работали. Их найти не так сложно. В тех же социальных сетях вы можете там люди, город, название компании. Напишите этому человеку, познакомьтесь. Ведь знаете, сколько интересного рассказывают? Это, кстати, актуальная информация. Это часть вашей жизни. Два месяца рисковать своей жизнью, а вам можно просто десять сообщений написать, двое вам ответят и скажут, не ходи туда, это лохотрон или еще что-либо такое. Поэтому спрашивайте у людей. Люди расскажут намного больше, чем какие-либо советы других людей. Спасибо за актуально. Да, у нас звонок в студию. Здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Если вы расстались с работодателем, и он продолжает вам путить жизнь, совершенно, на мой взгляд, на взгляд окружающих, очень плохими рекомендациями, вот на вашем, если бы вы выбрали на месте этого человека, как бы вы поступили, кроме того, что, ну, там, подать что-то нереальное, это изобственность и фантастики. Вообще, как можно ставиться с человеком, который продолжает себе портить жизнь, мало того, что он тебя лишил работы, коллектива, да, он еще продолжает это делать. Спасибо за очень тоже актуальный вопрос, потому что, к сожалению, мы сталкиваемся и с такими проявлениями работодателей. С удовольствием отвечу. Есть такое мнение, или говоря о сотруднике, который покинул компанию, хорошо или ничего. Это распространенное мнение порядочных работодателей. Однако, к сожалению, многие не действуют по этой формуле, а действуют по-другому. Ах, раз уж ты от нас ушла, не видать тебе. Нет, тут другая ситуация. Если человека вынудили, вынудили уйти из компании, еще и потом, да, вслед, раздают такие очень нелестные... Если вы не взяли официальное рекомендательное письмо, благодарственное, скорее всего, вы этого не сделали, письменное, что может быть неким свидетельством, то вам нужно поступать по варианту Б. Вариант Б. Когда вы приходите к работодателю знакомиться на собеседование, вас спрашивают, даже если не спрашивают, вы говорите о том, что если говорить про моего прошлого работодателя, я проработал в компании пять лет, то я могла бы вам дать несколько контактов с людьми, с которыми вы могли бы переговорить. Это вот, например, начальник департамента такого-то, руководитель такого-то отдела, исполнительный директор, но не генеральный. Вы генерального не говорите. Но если, к слову, будет речь идти о генеральном, то можете прокомментировать как-то ту ситуацию, которая была. Обязательно должны быть две стороны медали, темная и светлая. То есть каким-то образом попытаться себя защитить. Пусть это будет в словесной форме, но как-то свое имя попытаться мобилить, да? Да, но это будет по факту. Вы дадите контакты, мобильные телефоны тех людей, которым на самом деле вы расстались в хороших отношениях. Ведь не бывает такого, чтобы все вас ненавидят. Скорее всего, руководитель за что-то вас недолюбливает, и зам главного бухгалтера еще. Нет, а если там конкретно руководитель. Ну тогда тем более, тогда вам лучше. Вы даете несколько контактов людей, которые с вами в хороших отношениях, они вас хорошо рекомендуют. И все, вопрос решен. Спасибо. Мы вернемся к нашему разговору после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь.